В логистической компании у нее есть машина грузовая. Она осуществляет доставку грузов из пункта А в пункт Б. Пункт А это что такое? Это какой-то фермерский хозяйство, какой-то склад, это какой-то магазин, который что-то производит. Есть пункт Б, это магазины, которые уже продают. То есть нужно создать систему, в которой эта логистическая компания будет видеть заказ, который какое-то производство оставляет. То есть вот у меня есть, я не знаю, ферма, я мясо производил. Мне нужно свое мясо развести по магазину в Нижнем Новгороде. Я захожу в эту систему, которую мы сейчас будем делать, баздану для нее. Создаю заявку, и эта логистическая компания должна выйти в эту заявку на доставку, откуда, сколько штук и куда везти. Вот, давайте тогда баздану вот такую сделаем. Давайте сущности тогда начнем с определения. Ну, это сам автопарк. Автопарк, так. Ну, давай просто тогда писать, да, автопарк. Из-за чего мы еще раз это делаем? Вы можете прийти на работу, когда у вас устроитесь, да, программистом. Вы, например, можете попасть на новый проект, когда кто-то что-то начинает, да? С чего все начинается? Начинается с обычного требования, что мы разрабатываем какую-то систему, вот вам требование, вы должны это выслушать, и потом точно так же на листочке, там, я не знаю, в блокноте просто выписать все сущности, которые вам будут нужны, и уже на основании этого создавать базу данных, и уже потом писать код. Ну, в зависимости от подхода, который вы будете использовать. Так, автопарк у нас есть. Ну, сама компания. Как бы вот эти несколько логические, откуда больше. А нужна она нам? Это моя система. У меня своя логистическая компания, я не думаю, что мне нужно самого себя заносить. Магазин для сущности. Поставщик, да. Поставщик, да? Поставщик, да. Поставщик, да. Поставщик, по идее, мы с вами не являемся. Нет, мы-то являемся кто? Мы посредник, мы являемся. Поставщик – это тот, у кого мы забираем продукт, а клиент – это тот, это клиент того поставщика. Мы всего лишь посредники. Клиенты, да? Производители. Да, кто будет в автопарке, да? То есть это будет водители. Ну, там, помимо водителей, конечно, скопыщики. Ну, да, водители и там. Рабочие. Рабочие, да, рабочие. Рабочие и составить. Может быть, те, кто обслуживает автомобили, да? Да. Да, ну да, будем не считать, что это кто-то сработает. У меня чего-то всякий. Скуперщики. Ну, да, да, они будут от этого ходить. А менеджер, который работает с этой программой? Ну, я думаю, они сюда, давай, водитель, сотрудники. Просто сотрудники, я напишу, да. Ну, сам продукт нужен? Можем, конечно. Ну... Я бы подумал, надо заносить это или нет. Я бы начал уже делать и потом посмотрел, нужен нам продукт или нет. Да, ну, давайте сюда начнем. Все-таки нужен, скорее всего, будет. У нас у нас будет груз по объемности. Такая нет, а может быть, мы будем доставлять просто какими-то объемными пакетами. Таким пакетами, которые там, не знаю. Таким пакетами, наверное, будет как бы... Ну, чисто груз по весу, например, да? Тогда продукт нам все равно нужен, да? Там объем его будет, без, да. У нас же, например, грузовик может убраться определенное количество. Поехали. Поехали? Поехали. Ну, давайте тогда с чего начнем? Ну, сначала цепочки. Ну, давайте сначала цепочки. Да, клиент. Можно с производителей, наверное, и сотрудников, да? С наших сотрудников. Вот у меня своя собственная система, в которой я, наверное, начну со своих же сотрудников, да? Сейчас наблюдаются таблички сотрудники. Так. Ну, я думаю, все же понимают, что мы начинаем с ID, поэтому давайте его опускать. Ладно, будем писать. Имя, должность. Имя. Ну, имя понятно, что мы потом разобьем на first name, last name, да. Можно на дату. Устройство. Да, устройство. Да, можно и fire day. Да, можно и fire day. Понятно, как приводится, да? Higher – это значит нанять. То есть дата наема, а fire – не огонь еще? Огонь, да. А можно не флаг работает или нет, а просто дату увольнения. А можно сделать какой-нибудь через анам статус, типа он на работе, в отпуске, там по болезни, ну что-нибудь такое. Можно тогда добавить еще одну табличку, например, отгулы, какие-нибудь пропуски нашего рабочего. Будем делать? Давайте сделаем. То есть именно в этой табличке мы будем отслеживать, как наш сотрудник приходит на работу. Не то, что как приходит, а все дни, которые он пропускает. У нас будет какой-то ответственный человек, у которого позиция будет, например, менеджер по персоналу. И он будет в эту табличку заносить всех тех, кто не при ней выходит на работу, по каким-либо причинам. Что у нас будет в пропусках? Так, сотрудник ID. Причина. Сотрудник причина, срок, наведатор. User ID, да. А вот причина, у нас какие причины бывают? Отпуск к болезням. Отпуск к болезням. С роста прогул. Прогул. Опоздание. Опоздание, смотря в каких-то же компаниях. Если это... Но есть компания, если на полдня опоздал, то считается как прогул, да? Да. Ну да, опоздание. То есть вот у нас уже 5 вариантов. Но это уже потом все равно в систему-то залазит. Я бы сделал, я бы на самом деле сделал. C-шарп уже прям. У меня был бы просто отдельный инам. Назвал бы его типы пропусков. Закрыли, закрыли, да? И тут, например, holiday. Равно 1, например. Например, отпуск, да? Потом sick leave. Понятно, что это? Sick переводится как болезнь. Sick leave – это прям такое слово на английском, которое приводится как пропуск по болезни. То есть не ill? Ill – это прям больное. Sick leave – это просто плохо мне больно, да. Ну, пропуск по болезни, да, там, late, ну и так далее, да? И вот сюда мы уже будем писать type, который будет просто вот отсюда приходить. Да, здесь будут стоять там user1, user1, например, там 120, да? И type – опоздание. Например, type будет 3. Таким образом мы будем знать, что человек вот этот вот с айдишником 120 опоздал когда, да? Что у нас здесь будет тогда? Да. Да и… Ну вот. Тут нужно подумать, у нас на каждый день прогулок будет отдельная запись, либо мы будем диапазон сразу засунуть. Ну как будущее, пусть надо будет? Ну, будущее… Будущее… Ну, а если я ухожу в отпуск на две недели? С на отпуском будущее, да, есть там. Да, поэтому, например, я бы за один день просто одну запись делал, я считаю, это рационально. И когда, например, у меня сотрудник уходит в отпуск на две недели, я просто беру daytime, там, точка now, точка add days 14, да, он мне дается, какая будет дата через 14 дней, да, когда он выйдет на работу. И просто в for each я создаю записи сюда, и у меня будет 14 записей по отпуску, да, сразу же. То есть я буду наверняка уже знать, что этого человека… То есть на будущем уже внесли запись. Ну, я думаю, с пропуском тогда мы закончили. То есть получается у нас здесь сеть какая? У одного сотрудника. У одного сотрудника может быть много пропусков. Пропуск. 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 Чего в причине пропуска? Я ничего себе. А, все правильно, да? Чего же? Я ничего, ничего. Так. С сотрудниками закончили? Можно еще заплату. Ну да, знаете, на самом деле сотрудников можно расширять на сколько угодно. Пол, дата рождения, его логин, его пароли, его, не знаю, последняя активность. То есть эту таблицу на самом деле можно расширять на бесконечности. Ну да, таблицы. Там позиция. Сделать еще табличку позиция. Да, можно делать позиция. Имейшь эту зарплату относительно его должности? Можно. Да. Можут стоять. Канин, игрущики подсунут. Да. Кладители. Позишн, да? айди юзера где-то понятно да здесь у нас будет юзер айди позиционный где здесь на если мы сделаем там позиция а слушай да кстати спасибо и что еще зарплата как бы название должности вот а как мы прям не будем выплачивать сейчас далеко уйдем вы понимаете какая как система на самом деле в уроке кажется простая когда ты начинаешь уже проектировать например в больших компаниях принято платить 13 зарплату либо например если я доставил больше грузов чем остальные мне тоже какую-то премию проработка когда переработка может быть тогда знаете что здесь тогда не села и не ежемесячный будет об часовой оплату нашу позицию да что нам нужно смены чего какую поза плате то есть если ты переработал там больше больше грузов до все шарпи это будет считаться можно его скрыли скрыли тоже язык программирования без проблем давайте по часам давайте по часам да вот у нас есть смена например с 8 утра до 5 вечера обычный рабочий день да но человек может и переработать просто нам поэтому нужна какая-то сущность которая будет хранить смену и часы которые отработал давайте как это будем делать на английском это шифт переводится до шифт переводится как смена может быть дата как он выходит на работу например своего мобильного телефона тоже у нас какое приложение разработано нажал кнопку я на работе ну или вы пришел там палец приложил у нас в агарте тоже приходишь на работу палец прикладываешь система считает что ты пришел на работу ну например да без проблем то что нам нужно никогда сегодня да да а ну да да сначала да и тогда у них будет тогда у нас что еще позицию нужно у кого-то сколько рабочий день длится например менеджер столько у грузчиков столько у водителей столько я бы позицию например еще добавил такое свойство как shift не time hours у кого-то 8 кого-то 9 да и потом мы просто когда вы считаем зарплату нашим сотрудникам и сдай тенд вычитаем дать старт да сколько у нас получилось вычитаем шифта у расчитаем переработку и еще читаем зарплату прям переработку нас идет например в два раза больше мы теперь благодаря этим табличкам спокойно можно посчитать кто насколько наработал и кто сколько переработал ну вот это пользуетесь представляешь там 8 часов обычно рабочий день да а за каждый час переработки у тебя и уже идет коэффициент то есть во многих компаниях это тогда то есть у тебя он про часто 500 рублей ну грубо говоря до 8 часов ты отработал ты получил за каждый час 500 рублей а потом есть на девятый час работы что же мы прям чаще 500 за это а 600 потому что перерабатываешь ты не имеешь на самом деле права перерабатывать до второго кодекса но во многих компаниях есть такая практика то есть ты но может еще указать ну вот норма шифта у вас это много ну тогда дальше пошли автопарк тоже же наш да тоже наш давайте автопарк автопарк и машина вы помните на прошлом занятию делали марка и вода здесь неважно задавать просто марка ну да у нас уже есть типы машин про газель грузовая грузоподъемность ты сказала вот грузоподъемность как у нас уже подъем с по-английски как у нас подъем с по-английски хорошо подъем ну не знаю вай мейк это марка что он все таки ну все это будет так сотрудник сотрудник представьте у нас одна машина много сотрудников но сегодня у тебя сегодня смена была ты на этой машине отработал потом тебя завтра выходной другой человек вышел на той же машине работает нужно вести где-то запись в какой день на какой машине был сотрудник а вот смотри а у нас наши клиенты могут оставлять заказ и к заказу у нас будет привязан кто его будет довозить и на какой машине поэтому в принципе мы можем знать мы можем эту табличку сделать во сколько взял во сколько сдал можно давайте сделаем другую табличку может случиться в дороге и нужно будет знать ну например давай что какую табличку мы что делаем кто использует машину да мы потом заказываем история да макар например history так здесь пусть это айди сотрудника юзер айди сотрудника айди сотрудника авто айди или карта дата дата получения дата получения дать старт да да дейт энд и может какое-то сообщение да там были какие-то проблемы а какой груз ну что там да нет здесь мы просто будем еще записывать кто когда какую машину получил сделал я думаю нам этого хватит да да дальше пошли вот у нас есть автопарк вот у нас есть наши сотрудники нам теперь нужно вот эти две сущности реализовать то есть клиенты это те кому нам нужно приехать забраться не груз вернее наоборот производители это те кому нам нужно приехать забрать клиенты это те кому нам нужно отвезти то что мы забрали давайте производители давайте производители давайте производители название компании да да дата когда можно забрать ну давайте да ты немножко ален гонишь немножко рано так мы просто про компанию сущность компании создаем вот мы производитель создаем у кого мы будем создавать адрес верно адрес ну и контакт информация да знаете я бы например вынес адрес в отдельную сущность потому что у нас у сотрудника есть адрес у клиента есть адрес у производителя есть адрес поэтому я бы не заморачиваться просто создал одну сущность делаем давайте в адрес будет отдельная строка ади сотрудника у нас у одного сотрудника один адрес у компании один адрес у производителя один адрес можно усложнить у нас у производителя один адрес а у клиентов много нет у одного давайте клиента будет один адрес может быть два завода ты можешь забирать откуда угодно а если у меня два завода вот я уехал какую шаху не до например они зачем-то молоко производит там в одном здании не производит молоко в другом творог они круга 5 километров разница что два раза два адрес получается да просто идти потом адрес если сотрудник давайте сначала просто адрес до сети попроще потом будет сети стрит можно вообще даже не в адрес переименовать а info и номер телефона и mail и тогда как мы это будем реализовать у одного сотрудника всего лишь один адрес инфо айди производитель может быть много адресов может создать адрес заказа но адрес заказа мы тоже потом да можно новую сущность который будет называться про продюсера но адресы да понятно что у нас более будет ну да продюсера не и инфо айди вот у нас это такая связующая табличка которая реализует у одного производителя много может быть адресов так с производителями закончили давайте клиентами теперь и двойки просто давайте у одного клиента будет один адрес видим десклипшем ну да можно написать что за и вот у нас теперь вот эти ребята могут заходить к нам в нашу систему оставлять заявку на доставку груза они говорят откуда его нужно забрать и куда его нужно отвезти что у нас есть у автопарка грузоподъемность у машин у одной есть грузоподъемность почему они просто составляют заказ говорят у меня две штаны груза 2 тонны груза это уже логистика это и там же человек агент сидит 2 тонны груза одна машина не предположим 10 тонн груза одна машина не способна привезти нужно отправить 2 то есть и нашим клиентам вообще не надо знать как это будет доставляться не просто создают заявку нашей системе пишут что у меня 10 тонн груза нужно отвезти по этому адресу сущность заявки давайте ну да иди заявки кто ее прислал кто ее до продюсер так а у нашего производителя много адресов нам нужно знать с какого адреса забирать каким нам это где нужно записать у нашего продюсера много заказов нам нужно в этой табличке указать откуда нам не забирать груз зачем шрама иди то есть просто воображать я захожу у меня окно заказа да у меня например три адреса у меня такая подашка до мультисель не мультиселька просто выбор список метам три адрес я выбираю адрес каждый адрес вот браузер окно да понятно что это вот наш логотип компании вот меню вот кнопка создать да он меня спрашивает вот тут будет такое меню ну создать вот тут вот такая штука опасных адреса 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 ты нажимаешь на нее и там три твоих адреса появляется ну а как это работает нет я поняла как подашка у этих трех адресов у каждого адреса есть ссылка вот на эту табличку ты выбираешь адрес номер три да у тебя заказ формируется одессам создается продюсера идею кто я да и вот сюда пишется то что выбрал отсюда который является слухами сюда у нас одна компания у нее три адреса у нас есть вторая компания у нее три адреса а как я с компа а как я с другую компанию могу select звездочка from info подсказывай дальше в у нас нет связи вообще никакой никаких ключей вот мы связующий табличку она откуда но мы ведь можем выборку сделать join без проблем нам достаточно указать какой айтишник нашей компании и на сразу потянутся благодаря вот этого таблички все его адреса у нас только те три адреса вот у нас наши таблички 1000 адресов но мне покажется только 3 давай тогда дальше заявку память давай так глубоко не будем заходить вот у нас есть кто заказал откуда нужно ввести и как дэйт и как дэйт понятно дата забрали за портала куда надо ввести что у нас здесь будет клиента здесь ориентировочный срок прибытии клиента дата прихода а как мы это мечтать а кто я когда оформляю я сам же ставлю дату на каким образом она будет усчитываться ну ладно давай а проксимат деливери это проксимат приблизительная так сумма ну ладно рассчитываться на кулькулятор но тоже автоматизируется так вес который в какой-то резюме это счет суммы а кто вести будет а просто заявку но заявки есть еще информация кто я будет доставлять одна машина две машины смотри я зашел вот я как производитель я нашел оформил заявку на моя заявка состоит только из этого поля из этого из этого из вот это заполняется будет автоматически вот это уже мы заполним все а пикады куда вот это мы только заполняем и сумму но нам еще нужно как логистической компании нужно еще заполнить то есть кто повезет сколько машин нужно на это ну это еще одну таблицу в которой будет а идея запроса а идея так что можно давайте так как она будет называться ну про request cars да так ID заявки им ID заявки и ID машины все а зачем нам сотрудник но это для нас уже табличку да мы как агнистической компании уже будем присоединять вот к этому например у меня есть можно еще три сотрудников создать отдельную табличку его расписание до работы как педе среда 5 не стоим четверг суббота он выходит да и он уже видит а ну да здесь можно написать юзера или например можно не писать просто кто пришел кто занял эту машину тот повез потому что мы все равно будем знать уже исходя не назначается например можно знать что сделать можно просто отдельно табличку сделать который мы будем писать расписание нашего сотрудника водителя и в какой день на какой машине он будет работать и здесь нам достаточно просто один машина написать потому что у нас уже все равно автоматически потянется кто будет и когда он возьмет эту машину у нас еще и в какую вот в эту табличку тоже еще запишется кто когда в чем ездил нам здесь только два атрибута да reseller name , бизнес type from dim reseller inner join на что димм дима дима жопарь где-то равна дима жопарь дима жопарь и немецкая dimgeography city и dimgeography.english Все сделали? Ну и давайте тогда еще один апдейт проведем, например. DIMM reseller, volume bikes, DIMM reseller, что у нас есть? Ну давайте просто самый обычный пример сделаем. Я хочу увеличить количество сотрудников на 1, на единицу только у тех DIMM reseller, которые из... Сейчас я выберу все. Ну, например, например, из Парижа. Понятна задача? То есть вот мои DIMM reseller. Я хочу увеличить у DIMM reseller количество сотрудников на 1, которые располагаются в Париже. Да, нам нужно увеличить номер и плейс на 1, на единицу только у тех, у которых DIMM Geography в Сити равно Париж. Давайте посмотрим, что времени не теряет. С чего бы я начал? Я бы сначала просто вывел все те компании, которые из Парижа. Да? У меня есть немножко код написан, мне его стоит только дополнить. WHERE, что DIMM Geography точка Сити равно Париж. Выполняю его. Сколько у меня получилось? 12 компаний. У всех так получилось? Давайте я еще выведу employees. Как там аргумент называется? Количество сотрудников. Number employees. У меня его нету. Начало мы уже писать уже не собираем. М? DIMM reseller. Да, DIMM reseller, а потом уже через точку. Не, здесь-то мне не нужно ничего. Бизнес. Бизнес-тайп. Бизнес-тайп относится к ним у всех. Ладно, еще раз. Запятая. Number. А, вот он. По сути, у меня первой записи должно стать 17, у второй 82, 48, 35. Верно, да? Как мы это будем делать? Select. Select нам не нужен. Сейчас. From нам нужен. From нам нужен. Пишу update. Что? Number of employees. Мы же наборов employees. Мы же наборов employees. Там у нас сетом ставите сет. Где? Update. DIMM reseller. Сет. Ну а я что делаю? Типис сет. А я еще не дописал. Сет. Что? Давайте, знаете, дадим мы ссылки, чтобы не писать много. DR это будет, а это диджи. Чтобы много ничего не писать. DR. Это диджи. Это DR. Может он пишет просто название таблиса? Да? Название таблиса. Это просто DR. Да, извиняюсь. DIMM reseller. Сет. Что у нас? Number of employees. Равно. Number of employees. Плюс один. Можно взять скобочки, можно не брать. Это как ваше желание. И? И все. То есть здесь у меня первая запись должна стать 17. Верно? 16. То есть теперь вот это нам уже не нужно. Мы разблокируем вот это обратно. А, мне нужно тут поменять на диджи. Вот так вот. 17. Все, апдейт сработал. Поняли, как делать апдейт с джойном? А может быть апдейт просто выше селекта поставить? Сначала апдейт, потом селект? У тебя не стало. Ну попробуй сделать. Да сработало. Сработало? А что он тебе сделал? Нет, он тебя всех обновил. Мне кажется, он тебя всех обновил. Ну да. Как это делал? То есть для чего нам это нужно понадобиться? Потому что мы хотим иногда обновить наши записи, исходя... Исходя из чего? Исходя из записи в другой таблице. Для этого нам нужно сначала join сделать, соединить эти таблицы. И только потом уже на этом основании нам нужно делать апдейты. Так, дальше погнали. Помните, мы на прошлом занятии делали что-то вроде этого, select. Помните, мы выводили наших пользователей? Возраст его у кого остался этот код? Сейчас и есть. Давайте его еще раз напишем. Вот у меня тут записано. А, кстати, он же в пейпере записан. Да? Вот, вот наш код. Выводим имя, возраст и место проживания клиента. Все нашли этот код? В пятом. Готово? И вот давайте теперь представим ситуацию, что в нашей табличке пользователей очень много разной конфиденциальной информации. Может быть такое? Мы в нашей табличке пользователей можем хранить пароли, что еще? Например, номера телефонов, дата рождения. То есть, каждому человеку, который будет иметь доступ к нашей базе данных, этого убедить нельзя. То есть, мы запускаем какого-то аналитика, который знает язык SQL, который будет делать какие-то анализы наших пользователей. Про сколько они заказы делали. Что это значит? Это значит, нам нужно как-то ограничить доступ к этой табличке. Помните, на первом занятии я говорил, что SQL, чем хороший? Тем, что он, да, права доступа может разграничить очень хорошо. Там, тебе можно это делать, тебе можно это делать. Ну, вот вопрос. Нашему, например, аналитику нужна информация только по имени сотрудника, его возрасту и месторасположению. Да? То есть, доступ мы в табличку ему дать не можем. Потому что он спокойно может сделать, например, запятая и выбрать то, что ему интересует. Да? И тут у нас стоит вопрос. Нам нужно сделать какую-то такую динамическую табличку, вот которой он уже может получать доступ. Да? Это называется представление в SQL. Создаются они очень просто. Create. Прямо выше нашего кода пишем. View. И дадим ему название. UserInfo, например. Info. S. То есть, создай, пожалуйста, представление, которое называется UserInfo на основании S, на основании того, что написано ниже. Сделали? И давайте теперь просто выполним. Никакого результата, соответственно, у нас уже сейчас не было. У нас просто появилось сообщение, что наша команда успешно выполнена. Что мы сейчас только что сделали? Мы можем нажать правой кнопкой на нашу базу данных. Refresh. И видите, у нас есть папочка Views. Давайте ее раскроем. И вот наш вид представления, которое называется UserInfo. Теперь давайте я новый окно открою, чтобы уйти от того. И мы можем теперь запустить нашу человека, аналитика, который будет собирать данные. Например, какую-то статистику давай. Мы отберем у него доступ к табличке юзеров, но дадим ему доступ к нашему View. И теперь он может сделать так. Select. А? Ну, я просто новое окно открыл. Select звездочка from dbo.userInfo. Пожалуйста. По-моему, dbo даже можно не писать. Да, можно не писать. А dbo это? Ну, видишь, они называются как dbo. Но это показать, что это табличка базы данных. Видишь, они все называются dbo, dbo. Если ты расстроишь tables, они тоже dbo, точка. То есть мы создали такую динамическую таблицу, в которой данные собираются автоматически. Как только мы делаем запрос к этому представлению, он автоматически делает тот запрос, который мы ему сказали вот здесь вот, и уже возвращает данные. Нашему человеку, который работает с этим, совершенно без разницы уже. Вернее, он совершенно уже не знает, что в табличке users. Вот мы ему дали только три аргумента, работай, пожалуйста, с ними, а дальше ты не имеешь права выйти. А можно называть эти представления так же, как сами таблицы называются? Назови. Хорошо. Ну, как тебе сами таблицы? У тебя одна таблица, видишь, мы тут join сделали. Одна таблица geography, другая таблица user. Что ты сделаешь? User geography? А если ты три таблицы join, или четыре? Угу. Просто нужно давать ему, как и в классах C-Sharp, те имена, которые логичны. То есть и все, и дальше мы с этим нашим view мы можем работать так, как с обычной табличкой. select звездочка, например, select count, звездочка from user info. Да, он нам посчитал, сколько у нас количества записей. Например, select A, V, G. Что у нас там, age был, да? Age. Select average age. 48 лет. Видите, теперь все те же самые операции, которые мы и раньше с табличками проделали, они работают и здесь. Только единственное, что она динамичная. Мы сначала, когда нажимаем выполнить вот то, что мы здесь написали, он сначала исполняет вот этот вот код в неведомо. Мы об этом не в курсе на самом деле. А потом уже делает остальные вычисления, которые мы ему дали. Вот так вот работает представление. Когда еще представления могут быть полезными? Когда нам нужно, например, сузить выбор. Представляете, у нас таблица, которая там состоит из тысяч, ну не тысяч, а из десятка аргументов. И, например, всего два аргумента, которые за текст отвечают, да? И мы хотим быстро просто прочитать текст, вывести. Да, мы создадим view и уже с ним будем работать. Вот, попробуйте сами создать view какой-нибудь. Да, давайте туда create view. Как его назвали? Инфо. Как его назвали? Инфо. Инфо. Инфо, непонятно что за инфо, поэтому им дадим. Эмплои, инфо. Да? С что? Select. Select звездочка from dim employee. что у нас было айди джендер email ну я быстро просто сделал да да им по реке с селик да то есть вот это у нас должно превратиться в ее нажимаю выбираю команда успешно исполнена я обновлю свои вью рефреш вот моя не play info и теперь я сделаю select звездочка from employee info а мне возвращать то же самое потому что у него уже внутри внутри зашит вот этот вот код и когда мы обращаемся к play info сначала вот это исполняется и потом уже возвращается на и мы уже повердовал бы добавляем какую-то логику твой вопросы есть два варианта можно альтервью сделать можно дроп мне кажется проще дроп удалить просто удалить и по-новому записать например удалить view до например дробь view по-моему так называется и поинфо я не ошибаюсь команда успешно выполнена рефреш я ж тебе удалил а вот все нету еда пропала а если все таки сейчас подожди вот все видишь вью нету как добавить знаешь давай я синтаксис помню сквель эти сквель альтер а там что определенный синтаксис на это на самом деле не обязательно все помнить наизусть никто вас обвинять не будет то что вы для решения задачи заходите в google это нормально так альтервью да то есть как мы делаем альтервью дать взаимному имя которое мы изменяем да вот альтервью с а ну знаешь что то же самое на самом деле не ты его изменяешь наш первом случае ты его удаляешь из-за нас создаешь втором случае ты ему говоришь измени и пишешь новый код ему действия не те же практически то есть после с тебе нужно тоже самый запрос писать так давайте тогда еще один момент пройдем сразу быстренько пока не забыл я говорил про безопасность да сейчас как мы заходим в наш sql сервер может мне сказать а какой пароль понятно что такое windows аутентификация проверка подлинности windows понятно кому непонятно логин порой а проверка через логин и пароль и проверка через windows в чем разница ну да мы вов мы входим windows вводим пароль и дальше уже windows всем остальным программам которые используют windows аутентификацию распространяет вот эти пароли сам бизнес а еще у нас есть возможность через проверка подлинности с кей сервера то есть мы можем уже заходить не через windows аутентификацию через логин пароль как это делается давайте настроим пользователь например мы хотим создать пользователя который будет пользоваться нашей базе данных да мы представьте такую ситуацию что мы опубликовали наш сервер где-то в облаке он находится да и нам нужно с ним работать мы же уже через windows аутентификации не сможем заходить верно на windows аутентификации можем как бы работать только на том же самом сервере да мы хотим подключаться удаленно как это делается сначала мы через заходим через винду соединить все по-русски ну ладно и видите у нас есть папочка безопасность имя security до логинс по моему security логинс так да и вот мы видим какие у нас есть уже какие-то пользователи по умолчанию есть такие да ну да с и это систем администратор вообще полноценным такой чтобы нам добавить на у человека нажимаем просто правой кнопкой создать имя для входа на папку именно и логинс если у тебя по-английски да не логин да и вот у нас опять спрашивают как вы хотите аутентификации от авторизации понятно чем отличается слова слышали такие есть аутентификация есть авторизация чем разница ну давайте он тогда ссылку скин тоже почитаете ну да одна просто проверяет можно ли тебе войти в систему а вторая раздает права вот смотрим аутентификация проверка соответствует объектам и того за кого он себя пытается выбрать выдать с помощью некой уникальной информации как я сказал аутентификация это просто проверка может ли пользователь зайти вообще в систему авторизации это уже когда наш пользователь аутентифицирован и ему нужно отдать какие-то права права администратора права модератора права обычного пользователя понятно да то сейчас мы просто создаем пользователь который будет аутентифицироваться дадим ему имя входа например гест назовем в хотя меня гестом уже есть назовем вот с юзер и наш юзер будет заходить со своим личным логином и со своим личным паролем мне нужно просто поменять на проверка подлинностью скейл сервер ввести пароль для нашего нового пользователя да например это будет тест юзер и повторить и дальше видите три галочки на стоит требовать исполни использование политики паролей пользуюсь за задать срок и пользователь должен сменить пароль то что это значит мы дать даем первоначальный пароль как только он первый раз заходит если сервер его заставляет сменить пароль на тот который он захочет да ну давайте это уберем галочку и по сути все мы создали пользователь теперь нам нужно ему раздать права то есть отдел аутентификации мы создали него теперь нужна авторизация да мы заходим роли сервера и вот у нас видите сколько всего есть есть сис админ есть сетап админ есть сервер админ разница на самом деле точно не могу сказать чем отличается на сис админ может делать все паблик может делать только селекты да поэтому мы хотим чтобы наш пользователь имел право работать с нашей базы данной что-то вносить что-то читать что-то удалять поэтому должны дать сис админ и сопоставление пользователей все сейчас это покажу чтобы вы знали что можно раздавать право и тут я чисто просто показываю какими базами ему можно пользоваться все как только мы создадим потом уже в нашей сфере сервера наш пользователь может заходить и пользоваться это возвращаясь к тому что с к серверу очень гибок в плане настройки что можно делать что нельзя какие права вот я могу дать на нашу базу данных db owner паблик выбрать галочками что он может делать защищаемые объекты я могу сюда добавить что нужно от него защитить например я могу выбрать базу данных юзерс и дать ему доступ только на то вью который мы создали спорта да то есть мне стоит просто нажать окей и надеюсь все у нас тест юзер сделаю выход опять сделаю соединить здесь же меня на проверку подвижность то есть юзер какой пароль задал у кого прошло мне кажется он пароль не тут дал до у кого работает у всех ошибку у тебя зашел ну все но значит ты правильно писал да я ошибку я сделал но это такое отклонение было от нашего занятия чтобы вы знали что каждому человеку можно дать ему доступ нашей базе данных а можно разграничить права тогда погнали дальше совью все поняли да дальше на прошлом занятии я говорил про индекс только напомнить то за им вообще зачем они нужны чего мне вообще зачем нужны индексы что поиск был лучше да они хорошо влияет на работу баз данных или не всегда нужно кто умеет понятно то есть опять же пятиминутка такая давайте как я говорил все наши праймерики уже создаются с индексом поэтому можно раскрыть любую табличку у нашей адвенчаверс например димпродукт видите папочка индексы у кого на английском так тоже называется индексы скрым видите то есть кластерный индекс сразу же он автоматически создается и видимо кто-то еще создал на не кластеризованный на старт дэйт то есть когда создавали видим да что у нас наш индекс был создан на старт дэйт то есть человек который создавал данную базу данных и вешал индекс а старт дэйт он руководствовался тем что возможно наши продукты будут еще искаться по старт дэйт поэтому просто решил сделал индекс давайте еще подумаем посмотрим нашего дим организей шин наши столбцы и подумаем на что еще можно повесить индекс и нужно ли дается продукт ки уже индекс есть до альтернат ки что у нас уже есть это на альтернат ки уже есть индекс на идем дальше продукт сабкатегрии вайт сайс стандарт кост цвет safety stock level не знаю что такой сайс сайз рэнч стиль на стиль можно повесить но если она все паришь у меня наоборот только медленно и станет работать индекс нужно делать только тогда когда ты понимаешь что у тебя по этому атрибуту идет очень часто поиск да ну давайте просто на style создадим индекс и все чтобы вы видели как он работает до конвенции наименований помните разных констрейнтов ну как мы называли наш констрейнт и для праймерики какой у нас и кей для форинке да ниже для и в кей для unique uk помните да то же самое для индексы создается прямо один в один как все остальное create индекс даем имя а x это его как раз аббревиатура то есть индекс и даем ему имя например продукт ставил он дим продукт и дойдет до вводим тот атрибут который нас интересует ставил вот таким вот образом создается не кластеризованный индекс если мы хотим к кластерность создать то мы по моему здесь пишем create clustered да кластер но мы его сейчас создавать не будем потому что он уже создан с отличие всего лишь одно слово и на одну таблицу может быть всего лишь один один кластерный индекс отличие помните кластер над не кластерного кластерный индекс хранит уже в себе эту строку которая нам нужна не кластерный он хранит ссылку на таблицу и все нам остается просто выполнить этот код выполнение успешно завершено я могу теперь обновить индексы вот он продукт ставил все наш индекс созданный не у к не уникальный кластеризованный на самом деле про индексы можно очень долго говорить сейчас у нас нет такого времени что сейчас происходит сейчас в нашем на жестком диске создался какой-то раздел для нашего индекса новый и туда теперь какие-то данные засовываются то есть естественно теперь когда мы будем искать наш продукт поставил он посмотрит в индексы узнаешь да у нас на продукт ставил уже созданный индекс он пойдет на жесткий диск в ту папочку который создан найдет там значение style но вы найдет ссылку на таблицу и уже только потом пойдет в таблицу вот так вот работает кластерам не кластерный индекс потому что я так подразумеваю что старт дает это unique стоит да еще забыл сказать что и когда вы вешиваете индексы индексирование очень любит уникальные поля если вы вешаете на атрибут если вы вешаете на уникальные атрибуты на не уникальный разница тоже колоссальны в поиске выборки в общем то вот чтобы удалить индекс это дроп индекс покажу синдекс это по выборке я рассказал что происходит когда мы заносим запись либо делаем апдейт да он идет в нашу табличку делает там изменения но потом же он еще опять идет на наш жесткий диск где хранятся эти индексы берет его полностью перелопачивает и опять сохраняет именно поэтому наши операции insert и апдейт уже занимают больше времени вы помните я говорил дальше когда мы вешаем индексы операции insert и а ему нужно пересчитать этот индекс потому что там возможно какие-то значения поменялись то чтобы удалить нам опять же нужно написать дроп индекс его имя и в какой таблице все данная операция у нас удаляет индекс я его только что удалил нажимаю обновить все его больше нет поэтому тоже завершил разговор про индексы с ними нужно быть очень осторожными то есть если их слишком мало все будет медленно работать если их слишком много все будет медленно работать поняли да да нужно и всегда стараться искать золотую середину в этом там создавать их смотреть как быстрее отрабатывает как не отрабатывает ну ладно пойдем дальше так функция погнали во функции вести шарпа все помнишь только функция методы понимаете да язык и сквелета тоже самый язык программирования у есть функция да давайте сначала на для чего вообще нужны функции ну каком-то понимании да ну да чтобы разделить логику то есть функция нам обе облегчает жизнь чем что мы просто один раз написали код его куда-то вынесли и например разные куски нашей программы уже могут его переиспользовать мы постоянно не пишем этот код а просто уже обращаемся к той функции передаем параметры какие ждем что он нам что вернет какие-то подсчеты по сути поэтому давайте сначала найдем тот пример с которым мы работали опять же с нашим пользователем занятий 4 там был до вот этот код где у нас подсчитывался возраст давайте его опять скопируем и заберем себе что можно увидеть что можно вынести функцию например подсчет возраста правильно да подсчет вас когда вам как часто можем считать до постоянно в принципе да это не только в этой таблице не только в этом запросе где угодно мы должны отдать просто какую-то дату и посчитать возраст нашего сотрудника импл и там не знаю кого угодно поэтому давайте откроем новую страничку начнем писать нашу функцию с чего она начинается она начинает с того что нам нужно указать какую базу данных в какую базу данных наша функция будет писаться и из адвенча подсветилась и помните я говорил несколько занятий за назад про пакеты голода то есть у нас мы сказали мы используем базу данных если все хорошо мы говорим гол пакет исполнился переходим к следующему пакету пишем гол и теперь начинаем уже писать нашу функцию create function по сути я думаю знакомо до create function дадим имя get age можете назвать как хотите входные параметры я думаю это уже из программирования должно быть понятно да знаете а вам не рассказал еще про параметры до поход я давайте вернемся просто назад например мы хотим вот этот вот код который нам возвращает наших колу с покупателей мы хотим увидеть только тех кто старше 40 лет например да как мать будем в что аич можно нельзя нам нужно опять это скопировать до age больше чем 40 верно выполнился у нас теперь больше 40 а теперь представьте что у нас вот это вот 40 она динамическая например либо переходит откуда-то из другого места да у нас в сквеле как в любом другом языке программирования есть переменные каким образом они работают я пишу declare название перемены начинается знака собаки от по-английски до age и даем уйти в данных пинт могу написать равно 40 сразу же вот так вот могу его просто задекларировать потом стоит как из программирование помните мы писали там int h равно 40 либо int h потом h равно 40 то же самое set собак h h равно 40 теперь я могу не больше 40 больше h видите просто поставил переменную выполняю то же самое прям один тот же код единственная же здесь не вручную писал 40 а вот это значение мне мне пришло из переменной понятно да переменная возвращаемся в наше нашу функцию наша функция принимает разные параметры виде переменных да поэтому нам здесь тоже нужно написать что наша функция будет принимать например назовем это делби занята дайте тайм тип данных да это понятно что это такое мы начинаем наш функцию то есть если вспомните все шар там паблик что она возвращает название и в скобочках кругах мы пишем какие параметры она принимает тут практически то же самое но немножко по-другому нам теперь нужно указать что она будет возвращать returns int штопка int это по сути как раз наш наш возраст который будет возвращать наш метод поняли да то есть если мы все шарпе писали паблик int get h а да и тайм делби это то же самое что все шарпи вот это эквивалент там один в один как-то вот int int здесь определяет какой тип данных будет возвращаться да я потом просто начинает писать свою функцию либо метка и здесь же return 1 понятно да здесь тоже сам поэтому продолжаем returns int с и уже начинаем писать нашу функцию единственный момент если в нашей функции больше например одной строчки да и вообще хороший тон писать функцию это через begin и end это мы то есть открываем наши фигу если все шарпе эквивалент это мы открываем наши фигурные скобки а and это мы закрываем наши фигурные скобки да и вот здесь мы уже пишем наше тело функции как мы его и писать да нам достаточно просто скопировать вот этот код да да и див переместить его вот сюда иди что я ретиром забыл на что он меня ругается да все правильно теперь нужно же поснашили не дисси у нас нет такого дисси бирдей да у нас есть какая-то переменная нам просто-напросто нужно заменить так а у меня уже есть такой объект сейчас его удалю да я просто когда готовился к занятию такую функцию создавал по сути все наша функция готова давайте мы ее выполним у всех успешно выполнилась до где она у нас хранится нас есть такая папочка программирование раскрываем находим папочку функции программе по моему по-английски нужно называется из тейблс в юс не знаю как это по-английски переводится у вас но и программе что-то такой программабилити да открываем программабилити у тебя там есть вторая папочка functions до раскрываем functions и вторая папочка с калором до скалор валифанкшен сара раскрываем ее вот она пожалуйста наш деталь как это все работает да так же как все sharp и мы возвращаемся в наш код до который мы писали и вот эту штуку просто заменяем на дед речь и в параметры мы передаем что дисси . или что у нас там бёрдит что-то ругаешь и тебе дебе он нужен единственно что при вызове к функции нужно писать дебе о . у всех сработало еще раз показываю что у нас раньше было у нас подсчет именно возраста был здесь у нас раз подсчет два подсчет видите повторение логики да мы просто создали функцию которая и на ее плечи положили подсчет как раз возраста и чтобы нам воспользоваться и нам нужно ее просто-напросто вызвать мы заменяем на ее на дебе о гетейдж и в качестве параметра мы передаем дату рождения время как понятно но это из си шарпа на самом деле отвергать понятно я ругаюсь на работы да и здесь вы точно так же мы заменяем и выполняем то тебе не нравится а в вот так вот вот все у кого ругает тебя сейчас вам же сейчас объясню сейчас потому что ты забыл вот это запустить потому что диклэр рейдж видишь ты здесь пейджи используешь эта часть вот эту строчек тебе нужно все это функции создавал вернулся назад видишь у нас проблема мы два раза используем дайдив какие-то подсчеты в одном месте мы повторяем наш код по сути в программировании есть такие вещи как функция это понятно да это я уже объяснял мы просто создали эту функцию да ну вот из перепишись хочешь который мы говорим как ты называешься какие параметры ты принимаешь и какой тип данных ты отдаешь по сути все дальше пошли я думаю вы заметили что то есть фу скалярные функции есть агрегатные системные есть функции возвращающие табличные значения заметьте да честно сказать системные функции по моему это функция самого и сквеля да если посмотреть то где-то должно быть и get date и все остальное агрегатные функции сказать не могу честно с ними ни разу не работал а вот скалярные функции то что мы только сейчас написали до который принимает параметры возвращая какое-то значение а еще есть функции в зря чем возвращаешься табличные значения мы можем вернуть прямо таблицу какую-то динамическую понятно ну давайте тогда создадим ее создавал вся горю скилл это обычный язык программирования мы можем запрограммировать так чтобы просто куда-то в функцию заправить запрос это запрос на вернет целую таблицу прям сам я сгенерировать как ему надо это отличается от view потому что ее это просто динамическая табличка с каким-то типами данных а вот функция которая возвращает таблицу это немножко другое план давай создадим функцию которая возвращает табличное значение начинаем точно так же можно прям скопировать ясно чверкс гол и пишем как в той крейд фанкшен дадим ей имя давай сначала подумаем какую табличку она будет у нас возвращать и взяли информацию что это писал а ну кстати вот это вот можно в табличку принести вот это вот вещь у нас что она возвращает этот запрос что возвращает таблицу да мы можем написать функцию которая прям возвращает и эту же таблицу да как мы назовем user information давайте назовем user information точно также пишем круглых скобочках какой тип данных он принимает по какому юзеру мы будем смотреть информацию мы наверное передаем какой-то ключ до айди его и уже в айди нам возвращает табличку с его информации до собака айди int это тот параметр который мы передаем пишем returns просмотрим как здесь до returns только в этом случае у нас был int а нам нужно возвращать таблицу да это уже не тип данных так и пишем returns table все вот из а вот и единственное отличие с бегим and здесь уже в теле функция мы будем писать что мы будем возвращать так от беги intent нужен return и тем же не вижу чё пишу если честно ну давайте писать потом посмотрим на что он ругается да и мы можем взять например вот эту вот всю информацию скопировать ее и вставить вот сюда в притер не да только вот это нам не нужно а в чем на какой на свой будет дамы в нашу функцию что передаем что за из-за идея да мы откуда выбираем из dim кастомара не плавите мы из кастомов с кастом и работы дамы в табличных не нужен беги нет поэтому выборку мы отсекаем каким образом мы передаем юзер айди каким образом нам нужно отсечь для чему вообще передаем юзер айди в одессе . там keep как-то называется до кастомарки равно собак юзер айди что нам этот результат вернет нам вернет табличку всего лишь с одной записью верно давайте исполним наш код выполнить успешно за только теперь где она у нас будет функция возвращающие значения таблички вот я раскрываю вот она у меня появилась видите да моя функция обращается вот здесь можно даже заменить на ладно пока на get date на get age ладно пока оставим так давайте посмотрим как это просто работает select звездочка from дебе . юзер информация почему он сейчас является потому что я ему ничего не передаю а что ему должен передать давайте посмотрим какие у нас там есть айдишники select звездочка from дим кастомар ну давайте мы вот это вот передадим и выполним пожалуйста у нас наша функция вернул прям таблицу целая теперь нам чтобы узнать информацию о пользователе нам уже не нужно писать постоянно скрипт вот этот вот нам достаточно вызвать функцию и в ней уже сохранен скрипт он уже находится прям внутри базы данных первое когда нам нужно делать какие-то подсчеты обычные то есть мы выносим подсчет возраста не считаем прямо в нашем скрипте а создаем отдельный метод либо функцию кому как нравится называть ее и уже туда мы выносим логику и из нашего запроса мы уже обращаемся к нашей функции либо мы можем использовать функцию для написания какой-то логика который возвращает прям целую таблицу такую тоже составную вот попробуем давайте сюда функцию написать сами то давайте напишем функцию которая складывает last name и middle name раньше мы как писали select concat dc first name запятая пробел запятая last name да я хочу написать функцию в которой я передаю два параметра типа nvarchar и который мне уже возвращает сложное значение и здесь я буду просто писать не силе select не concat вот эту вот штуку а просто обращение к функции которая вернет нам уже сложное значение говорим какую базу данных использовать даже вот так все скопировали вот нужно скопировать create функция как вы назвали join names что принимает какие значения 20 нужно сказать сколько давайте 100 а у нас этот метод в чем преимущество функции мы можем складывать не только имена можем вообще просто две строки сложить можно даже тогда не first name а first и запятая second да простите простите зачем какой-то и был да что ретем сколько логично да что у нас здесь теле метода да можно тогда взять что где мой код да вот это да взять и все вот это вот скопировать только единственное теперь нужно подменить параметры first name и second на что все на этом все да выполняем успешно выполнено я проверяю все ли создалось иду в программирование функции какие скалярные нажима обновить join name пожалуйста да где наш код вот я его возьму не буду вызывать процедуру функции тоже закрою вот у меня есть мой код да что теперь могу сделать как я воспользуюсь да мне теперь конка тут этот не нужен я делаю что дебе . join names так ведь мы назвали да и что передаем dc . first name dc . last name вроде все правильно написали да сейчас то что он подчеркивает ничего страшного где мы еще и можем использовать да вот видишь у нас на третьей же строчки соединение городов то же самое тут мы что пишем диджи диджи . сити и диджи . инглиш кантри диджи . инглиш кантри тоже самое видите насколько мы в принципе сократили наш код используя функции в чем преимущество мы мы теперь вот эти get date тут у нас не диджи . 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 и все вот мы выполнили нашу функцию ну как понятно что такое функция да да Жень ты как нормально то есть теперь мы в нашем коде зная что у нас есть такие функции нам не нужно постоянно писать вот такие вот конструкции большие там concat date div их же много нам может понадобиться сколько угодно мы функцию вообще можем запись засунуть какую-то логику подсчета да и вернуть просто значение либо табличка и уже с ней работать то есть да это обычный метод так у нас 15 минут остается ну тогда давайте просто теория помимо функции есть еще процедуры в SQL чем они отличаются от функций процедура это можно сказать тот же самый метод по сути он выглядит как метод и в большинстве случаев когда вы спросите у человека чем отличается процедура от функций вам ну они затруднятся ответить вам то есть в чем разница функция она нужна для просто каких-то подсчетов да там отправил туда переменные получил какой-то какой-то результат либо табличку и уже дальше работаешь процедура нужна еще для того чтобы производить манипуляции с нашими данными функция этого делать не может то есть мы в процедуру процедуру можем вызвать и заставить ее обновить какие-то данные апдейт альтер сделать вот в принципе функция это делать нельзя да у нее написание немножко отличается но это уже такой высокий уровень он нам в принципе не понадобится когда вы столкнетесь я думаю сами с этим разберетесь там ничего сложного так так да функция вот как я записал не могут менять данные и в связи с этим в основном используется для каких-либо вычислений понятно да это да 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 да